Сегодня у нас с вами очередной урок. Мы с вами закончили на прошлом уроке правила с ним связаны. Если вдруг у кого-то возникли вопросы, я не проверяла, или кто-то писал, можете вставить, если смотрите под видео в Ютубе, ставьте вопросы прямо под видео, потому что так может быть пользой для других, если я буду отвечать. Или если в Инстаграм уже, потому что я два дня практически не заходила, нормально, не знаю, что ответить. Или очень быстро. Иншаллахай. Если есть вопросы по предыдущему материалу, кто-то смотрел и возникли, или присутствовали на уроке, да, напоминаю, у нас сегодня, по-моему, восьмой урок, да? Восьмой урок. Вот. По таджвид для начинающих до Рамадана, иншаллах, продолжим с вами сегодня брать следующую тему, которая, опять же, напрямую связана с предыдущей темой. Мы с вами брали, помните, виды суккуна, формы суккуна, и там упоминали, как они связаны с какими-то правилами. Да? Потом мы уже взяли эти правила, и Нин Сякина, и Нин Сякина, и Танвин. И также взяли Танвин, да? То есть Танвин как бы вспомогательный. Мы понимали, что Танвин — это указание на нун с суккуном, по сути, да? И этот суккун, он такой виртуальный суккун, который мы должны сопоставлять с суккуном из тех вот форм, которые мы с вами брали. Ага, там читается, например, Ихпа. Если бы это нун писался, то над ним такой был суккун, или такой. То есть как бы... Но форма Танвина, она также указывает на какое-то из правил, да? Я вам на это говорила, ну, говорила об этом. Сегодня сначала мы вот эти виды суккунов, вернее, Танвинов, возьмём, да, и посмотрим, как они будут с правилом сочетаться, которые мы брали. Да. То есть у нас есть виды суккунов, мы уже взяли, и теперь виды Танвина. Ну, здесь такая табличка, где вы эти Танвины все можете посмотреть, но я вам их более так, отдельно. Значит, ровно взгромождённые фатхи и даммы, да, то есть ровно взгромождённые фатхи и даммы, они указывают на улгар, ойф, дамма написала, кастры. Здесь кастры. Видите, не внимательно. Тут нужно кастры, не даммы, а кастры. Ровно взгромождённые фатхи и кастры. Указывает на элгар, да, то есть на чёткое и ясное чтение. Ну, потому что нун является вот этой второй палочкой, да, и второй гласовкой, и под ней зашифровано нун. Да, поэтому ровные, можете как бы сказать, да, чёткие такие палочки друг над другом, это и чёткое, такое прямое, ясное чтение, да, то есть без каких-либо дополнений. И смотрим, у нас, например, сура аль-ихляс. Мы видим, опять вот у нас встречается, да, в последнем аяте. в последнем аяте мы видим, мышка у меня разрядилась, не могу показать, поэтому смотрите пока местах, на последний аят у вас идёт, да, последние два слова, и мы видим ку-фу-ан, на дуау мы видим две таких чёрточки, да, то есть это показывает на, или указывает на изгар, то есть мы читаем чётко ку-фу-ан, ахэд, да, почему, потому что после этого тамнина стоит, что гамзе, а гамзе в сочетании с нун-сакина и рестанвин перед собой, да, будет давать нам что правило изгар, то есть чёткие эти палочки, вот огласовок в данном случае будут нам помогать понять, что это изгар, соответственно, видя уже форму таковую, да, вот, над вау, вы уже как бы можете автоматически понимать, что читается здесь изгар. Но хочу ещё раз напомнить, да, для тех, кто, может, это упустил, что мы говорим про мусоф мединский, в котором такое, ну, как бы, за основу взяты такие вот огласовки, такие формы, там, сукона, там, винов, да, и это будет вот работать. Но есть у нас, например, другие какие-то мусофы, где будет немножко по-другому, да, то есть где может суконы, например, везде писаться одинаково, например, одна форма сукон для всех. Да, имеем в виду, что за основу берётся именно такой мусоф. Да, то есть у нас такие вот кассиры и фатфи. Далее идём, смотрим сура аль-фаляк, и в третьем аяте, да, на второй строчке, первое слово у нас что идёт? То есть у нас с кассирами, две кассиры подряд такие, да, ровно друг под другом они находятся, то есть там у нас были фатфи, а тут две кассиры. И это указывает на то, что после, или как бы, что нун из Танвина читается чётко и ясно. Почему? Потому что после него идёт гамза. То есть форма сукона, как и форма Танвина, нам подсказывают, да, что же тут за право. Здесь чётко и ясно, как бы, здесь вариаций нету. Здесь мы смотрим чёткие эти огласовки и уже заранее мы понимаем, что их нужно правильно и чётко прочитать. Также в этом, вернее, в последнем аяте из этой же суры мы видим ха си динь и да, да, то же самое у нас идёт танвин, кассир. Далее у нас идёт ламма и её перевёртыш. Такая, похожая на ламму, только, ну, такая, немножко неполная, да, то есть, как будто ламма и ещё одна, но за счёт того, что она претерпела видоизменений, вот эта ламма перевёрнутая, она чуть-чуть пишется вот неполной, как будто такая шляпка, да, сверху. Эта ламма тоже идёт как бы вместе с предыдущими фатхами и кассирами, которые друг под другом, только ламма, ламма имеет чуть-чуть такую другую форму, это не палочка, да, потому она, они как бы тоже две друг над другом стоят, ну, просто перевёрнуты и вот умещаются как бы друг над другом так вот более компактно, да, то есть мы видим такая форма, будет нам говорить о том, что это тоже илгар, но с даммами, да, то есть у даммами чуть-чуть форма другая. Таким образом у нас вот эта форма указывает на илгар, Танвин, да, как будет считаться илгаром, то есть правило илгар. Здесь нишала понятны всем ясно, есть ли вопросы вот в этом, в этой форме. Опять же, это такие вот подсказки для тех, кто хочет, ну, как бы максимально быстро освоить чтение, при этом возможно вы ну, только-только начинаете, да, если вот эти вот моменты вы отследите, каждый день там вот послушаете эфир, урок, да, там его законспектируете и самостоятельно, конечно, проработаете, то есть эти примеры посмотрите в мусхаве, да, поищите мусхав, где вы можете почитать такие примеры, то, конечно же, вы без проблем иншалла освоите, послушайте, то есть сравните с четом, конечно, если есть кто-то, кто живем может, или, ну, как бы непосредственно с вами проработать, даже онлайн, или это будет вот кто-то рядом с вами, это хорошо, да, но если такого варианта нету, тогда вы тоже можете максимально сделать для этого причины, да, проработать уже, как это возможно самостоятельно. Хорошо, здесь вопросов я не вижу, никто ничего не спросил, поэтому мы как часто, и во сколько проходят прямые эфиры? Прямые эфиры иншалла сейчас проходят каждый день, по возможности стараюсь, 22, но сегодня мы чуть задержались, так как у меня были технические неполадки. Записи эфира иншалла предыдущих можно просмотреть, пока есть ссылка, пока мы сми не закончили, на YouTube канал, в шапке профиля, да, можно пройти и посмотреть все предыдущие уроки, которые уже были. Вот. Если есть вопросы, прямо там под видео можете писать вопросы, сначала я как увижу отвечу на них, если там будет на что отвечать или какой-то вопрос, который нужно будет ответить. Хорошо. Идем дальше. Да, вопросов больше нет. Следующий у нас идет тоже огласовки Фатхи, Каср и Баммы, да, но чуть-чуть мы видим уже форма их или сочетание их друг с другом отличается. Здесь мы видим Фатхи одна как будто впереди, да, то есть впереди другой, если мы посмотрим как бы прямо, то где заканчивается одна, то на половинке другая начинается, да, то есть наиск так вот идут. И Фатхи и Каср одинаковы, просто Фатхи сверху, над буквой, а Каср снизу под буквой. И Баммы, мы видим, они идут тоже одна как бы, а затем другая, как и Фатхи, например, одна, а за ней другая. Но опять же, так как у них таковое написание специфическое, поэтому они немножко отличаются своим, своей формой. Да, эти, в данном случае формы Танвинов указывают на отсутствие Илвара, то есть указывают на то, что у нас отсутствует Илвар, и допустимо здесь, вернее, возможно здесь ну, читается по одному из правил или Идхам или Ихфа или Идхам или Ихфа. Да, то же самое, как у нас был Сукун. Какой Сукун, кто помнит, указывал на Идхам или Ихфа? Сестры. Кто-то помнит? Какой Сукун указывает или на Ихфа или на Идхам? Это мы брали в видах Сукуна. Все задумались? Хорошо, это будет вам вопрос и кто будет смотреть видео, может и написать под видео, да? Как будет выглядеть этот Сукун. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Да, то есть здесь последовательно идущие Фатхи, Касры и Идхамы, да, они указывают на Идхам. В каком случае? Если после них приходят буквы Идхамы, то, что мы брали на предыдущем и поза, как бы предыдущий и перед ним еще урок, мы брали Идхам, и вчера мы это повторяли. То есть если перед этими Фатхами, Касрами и Дамами вот в такой форме они будут приходить и после них приходит одна из следующих букв, Ярмалюн, да, то это будет Идхам, Нун из Танвина, да, то есть мы как бы будем эту Нун ассимилировать с последующей буквы. если Да, уже пришли разные тут вопросы, ответы, да, кто-то спрашивал, да, это соответствует Суккуну Ария, Суккуна Ария, то есть без чего-либо, пустой такой, да, свободный, да, невидимка, да, Суккун невидимка, он будет соответствовать вот этому Танвину, такой форме Танвина, потому что Идхам помним, вы можете себя ориентироваться, что Идхам, как бы запомнить, как, что у нас буква уходит, по сути, да, то есть мы делаем вторую букву, а это уходит, и вот этот невидимка Танвин, как будто вам подсказывает, что и буква будет невидимкой, то есть мы её не читаем, бедхами, или, если там следующее правило Ихфа, например, то тоже мы, её читаем только неозализацию, то есть по сути Махараджи не читается, это как бы подсказка, ну такая ассоциация может, чтобы легче запомнить, какой же будет этот Танвин и Сукун, вот, по поводу других уроков сёстры, можете писать личку, да, и вы можете, в принципе, на страничке посмотреть, в актуальном там есть про курсы, какие есть, или в личку я вам скину, какие есть уроки, куда можно посмотреть, кто ещё не знает. Значит, вот эти последовательно идущие фатхи, кэср и баммы, да, указывают над Идрам, если после них стоит одна из букв Ярмалюн, если там стоит Мин, Нун, Лау, или Я, то это будет Идрам с Гунной, и как я вам тоже говорила, про, когда мы брали Идрам, на Мин, и Нун, будет стоять удвоение, в этом случае на Вау, и я не будет в Мусофе, и если это Идрам Слям и Ра, то тоже будет стоять удвоение, и будет Идрам без Луны. Это в принципе мы брали на прошлом уроке и позапрошлом, просто здесь сочетание именно с формой, да, то есть, чтобы вам еще раз и повторить, и сопоставить с этой формой Торнина, чтобы вам легче ориентироваться в Мусофе. Хорошо? Так, посмотрим. Посмотрим у нас пример. Мышка вообще у меня умерла, не хочет работать. Хорошо, тогда смотрим так, пример. Если вы посмотрите вот в первом аяте, да, так, сейчас я попробую. у нас вот есть в первом аяте такой тенбин под буквой Б, когда идут эти черточки одна за другой, да, и после него, что идет следующая буква, она начинается с буквы уау, то есть это как раз идла над которым не пишется удвоение, да, я вам сказала только, что удвоение не пишется, да, то есть у нас будет ля-габи-уа-таби, то есть у нас не будем читать ля-габи-уа, зугунэ, идган, зугунэ, то есть в данном случае этот тенбин указывает на идган, потому что после него харфуау. тут уже нужно понимать, что форма тенбина как бы немножко имеет вариации и нужно уже понимать правила более точно, чем Эдгар, да, там такие огласовки подряд одна на другой ровненько, они однозначно говорят, что там Эдгар, а здесь уже разные правила бывают. Дальше здесь тоже в последнем аяте, видите, у вас идет вот хабы-люн, и после него харф-мин, то есть это тоже идган с лунной, и в этом случае нун не читается, а мим удваивается. И здесь уже удвоение мы видим прямо на над мим стоит, да, то есть мы удваиваем харф-мин, хабы-люн, да, то есть люн, не говорим люн, нун вообще не читаем в этом случае. То есть вот это примеры в мусофе. Здесь сначала понятно на сэгбамом. Заработала мышка. Да, тэнвин вот, и тэнвин вот. Ну, здесь вот тоже такой тэнвин, но тут присоединение, например, один аят с другим тоже можно так прочитать. Идем дальше. Это последовательно идущие фатхи, опять же, те же самые, рекастры или ламмы, да, они могут указывать на что? На ихфе. В каком случае? Если после них приходят буквы, буквы ихфе, которые мы взяли вот прямо вчера с вами на прошлом уроке. Дэль, лад, сад, фе, оф, фе, джим, дэ, дэль, шин, син, тэ, кэф, по и харф, во. То есть эти буквы в сочетании с танвином будет у нас читать, получается, ихфе, да, утаиваем мы нун около этих букв. Утаиваем нун около этих букв. Да, тоже вот что мы, нун, имеется в виду нун из танвина, потому что танвин это нун, который пишется в виде вот этой гласовки с Акином. Вот. Смотрим, как эти танвины выглядят у нас. Вот, например, у нас идет на стыке второго и третьего ята, да, у нас идет Аф-Вэ-Джэ, то есть при остановке мы за остальными не читаем, но при слитом чтении у нас получается Харф-Фэ, да, таким образом, если вдруг мы собираемся соединить, да, без остановки прочитать, то у нас получится Танвин, вот форма его, видите, как мы только что говорили, после нее Харф-Фэ, то есть нам нужно прочитать здесь Их-Фэ, Нун-Сэкина. Аф-Вэ-Джэн-Фэ-Сэ-Бех. Знаете, то есть мы Танвин Нун из Танвина около Фэ. Вот. Здесь в этой сфере больше таких примеров. Ну, и примеров на самом деле может с Их-Фэ прийти множество, потому что букв много. И последний вид Танвина это стоящий Мим с Фатхой, то есть вместо вот этой второй огласовки из Танвина будет висеть буква Мим, да, то есть будет буква Мим. Ну, соответственно, если это Фатха, то это будет вот так выглядеть Фатха и рядом маленький Мим, если это Касра, то вот эта верхняя огласовка маленький Мим и если это Ламма, Ламма и вторая вот маленький Мим. Это правило будет или этот Танвин указывает на Игулябе. Помните, мы тоже вчера это брали, что если Нун Сайкина или Танвине после него приходит Харф-Ба, то Нун из Танвина или Нун Сайкина будет читаться как у Тайны Мим. вот с Гунной Кемеля. То есть мы в этом Танвине уже даже есть как бы явная подсказка на то, что мы читаем Мим. Единственное, что это не просто Мим, а у Тайны Мим с Гунной дополнительной, поэтому это нужно учитывать, не просто Заменяем Мим и всё. Часто мы это видим, как я вчера тоже вам говорила, такой Танвин часто бывает у нас приходит в конце Сур, особенно коротких, можно это проследить, так как не только около коротких, просто просто короткие как бы быстро заканчивается, поэтому можно посмотреть, у нас много примеров рядом, потому что у нас следующая сура начинается с басмоли, соответственно, если мы будем их соединять между собой, то тогда будет читаться вот этот Эклян. Ну, примеры, да, вот опять же в этой суре вот есть у вас пример на такой в конце, да, как я вам сказала, на такой танвин. Ну, и танвин, он бывает у нас только в конце слова, поэтому, когда мы говорим про танвин, то мы имеем в виду конкретно в конце слова, и вот эти все правила, связанные с танвином, они работают только у ослана, то есть, если мы сочетаем предыдущую, как бы соединяем с последующим после танвина словом, да, а не останавливаемся, потому что если мы останавливаемся, то танвин не читается, да, мы помним, что если мы останавливаемся, мы останавливаемся на сукон, то есть, если там, например, у вас будет написано, там, китай-бун, например, да, то будет китай-б, а не там не будем читать при остановке. Ну и там еще бывают какие-то правила дополнительные, про которые мы будем говорить позже, иншалла, связанные с остановками, допустим, на слово «станвина». Если вопросы, можете задать. Если есть вопросы, задавайте. Потому что это, в принципе, все, что я хотела по этому правилу вам сказать. Жду вопросов, сестры. Ну, еще скажу ваше домашнее задание, да, вдруг получится, или кто-то напишет вопрос, то я отвечу на него. То есть вам желательно взять уже от руки, да, переписывайте последние аяты, последние аяты, вернее, последние суры, ну, желательно все, ну, хотя бы четыре последние возьмите, если у вас все не получается. Опять же, кто это делает, тот для себя делает, не для меня. Вот. Переписывайте их от руки, смотрите вот каждую букву, то есть переписывайте вы, как бы, более внимательно и писать лучше, и, по сути, видите, как в москва все слова пишется. И подчеркните, да, уже там в тетрадке у себя эти танвины, то есть вы видите танвин, подчеркните и напишите, на что он мне указывает. Ага, смотрите, например, а там буква такая за ним идет, значит, это там Идрам, или это Ихва. Ну, то есть, как бы, проанализируйте. И ваше задание будет, опять же, для вас очень важно, если вы ее сделаете самостоятельно, можете вот в таком коротком варианте скинуть мне эту табличку, чтобы я посмотрела, или у вас она верно, если кто сделает, да. То есть, такую табличку составить, в которой вы напишите рядом форму танвина, и как она называется, на что указывает, и какому суккуну она соответствует. Да, например, суккун такой-то, суккун, допустим, Икс, равно по хокмам, как там, танвин, Игрик, да, и это означает, что здесь мы можем читать, например, допустим, Идрам, или Ихва. Есть ли там, пусть у него какие-то буквы Идрам, если такие буквы Ихва, коротко, да, суккун такой-то там, равно танвину такому-то, и это означает тот-то тот, да, то есть у вас, по сути, выйдет 4 таких, 4 пункта, да, в этой табличке. Как последнее правило читается? Что у нас там было? Дома сейчас, ага, вот это что-то, оно есть. Ну, здесь нету просто, это будет считаться, это мы брали на прошлом уроке, да, тут просто повторяли, будет считаться, как у тайны Мим. Тут само Маяти нету, да, но, допустим, если бы мы соединились с последующим, там, с Гасмалай, да, то есть мы видим, вот, танвин здесь, танвин, Мим Кайма называется, то есть, вот этот висящий, стоящий Мим, мы вычитаем, как у тайны Мим, тауэ бэмби сми, да, там, все продолжим со следующей, следующей сурой, то есть у нас, мы не читаем, тауэ бэмби, да, бэмби, то есть получится четко, бэмби, бэмби, как будто мы хотим сказать букву Ба, только легонько так, но при этом говорим Мим, но имеется ввиду, около Махараджи Ба, говорим букву Мим, Аб, да, Аб, и говорим М, вместо Ба, у них Махараджи практически одинаково, но маленькая очень разница, поэтому, здесь нужно, ну, сконцентрироваться, чтобы не получился четкий Мим, Румин, здесь понятно, да, сестры, кто вот спрашивал повторить, или еще что-то надо рассказать, то есть это правило Икляб, да, на прошлом уроке мы тоже про него говорили, если бы Нун был Сякина, то сверху над ним тоже Мим был, помните, вернитесь, какой там был четвертый, по-моему, урок, да, сегодня восьмой, что-то есть, да, в четвертом уроке мы брали виды Танвинов, и вот вы можете сочетать, да, то есть вам нужно вот этот урок с тем уроком сочетать такую табличку, и тогда, иншалла, все вы ее сделаете самостоятельно, да, то есть вам могла бы дать ее, но будет больше пользы для вас, и кто хочет это сделать, тот сделает, иншалла, обязательно, и получит от этого пользу, ну, кто не хочет, то ему и моя табличка не поможет. Хорошо. Альхамдулла, все понятно. Угу, альхамдулла. Хорошо, сестры, в принципе, ну, правил еще много, но на следующие уроки, иншалла, мы возьмем с вами, начнем уже мадды брать. Опять же, напоминаю, мы берем с вами за основу, ну, как бы этот таджвит для начинающих, да, соответственно, мы здесь углубленно, там еще правила не проходим, вот, и берем за основу разбор именно шести последних сур, маленьких, да, начиная от суры Аль-Киаферун и суры Тальфатиха, то есть суры Тальфатиха, и вот эти шесть сур, то есть семь сур. Поэтому, когда, ну, что-то ищите, вначале ищите в них, а потом где-то еще, да, там, примеры, то есть, чтобы мы концентрировались на этом, потому что понятно, что в Коране могут еще встречаться. Хотя я вам, когда говорю, какие-то правила, вот, в принципе, которые говорила, даже если, помните, не встречались в этих аятах, но если правило идет целиком, то я уже, как бы, упоминаю хотя бы как-то о правиле. Вот мы, например, тут же Эхкляп, да, то есть его, по сути, нет в этих сурах, но мы брали только при соединении вот с Дасмолей, но мы с вами брали Нунс Экина, в общем, поэтому и это уже стоило отметить или упомянуть. Хорошо, Лайя Конна, все, вроде бы на все вопросы ответила, да, сестрам. Сейчас тогда вот здесь запись остановлю, а с сестрами Facebook, Instagram, еще, если есть вопросы не по теме, иншалу отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Благодарю, субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok и субтитры сделал DimaTorzok